То, что их нужно принимать постоянно, это говорит о том, что, наверное, здесь все-таки что-то не то. Но сейчас, естественно, у меня совершенно кардинально изменилось мнение, и вот, на мой взгляд, отрицательное отношение к биологически активным добавкам, жизненно активным добавкам, наверное, только потому, что мы не понимаем до конца, многие люди, как они работают действительно в нашем организме. Но они понимаем, потому что, в общем-то, никто никогда нас этому не учил. Так получилось, и в мединститутах тоже. Как я пришла к здоровому образу жизни, к здоровью? Ну, в общем-то, по основной своей профессии я врач и анатолог, у меня 15 лет работы в отделении реанимации и интенсивной терапии на воротами деток, и, в общем-то, я видела, какими вот от года рождаются дети. То есть, если в 60-х годах прошлого столетия у нас в стране рождалось 98% здоровых деток, то, по данным 2002 года, всего 2% здоровых детей. И очень многие детки после рождения прямым ходом идут в реанимацию. Такими они будут расти дальше. И, собственно, постепенно, вот, этот путь мой к здоровью, он был достаточно долгим и сложным. Я пришла в сетевой бизнес в надежде найти систему сохранения восстановления. Оконы, наше счастье, она развивается очень стремительно. Всего 150 лет тому назад считалось, что клетка – это пузырек наполненный жидкостью. А потом был открыт обычный микроскоп. И мы увидели, что у клетки есть ядро, мембраны и какие-то внутриклеточные образования. А потом был открыт электронный микроскоп. И вот тогда ученые пришли к выводу, для того, чтобы показать, какие же процессы происходят в одной отдельно взятой клетке, а у нас их триллионы, нужно построить огромный современный химический завод и парочку электростанций в придачу. Только тогда вот можно как-то это воспроизвести. Если увеличить все клеточное образование приблизительно для нашего человеческого роста, так, чтобы это подходило, то может получиться такой мегаполис, как Нью-Йорк из одной отдельно взятой клетки. И вот для этих заводиков очень нужно сырье и оборудование, чтобы они нормально работали. А по данным институтов питания мы сегодня испытываем кроме многодичных дефицит и минералов, и витаминов, и даже белка, в том числе растительного белка, и молочного белка, и так далее. То есть наши заводики, они не могут нормально работать. А вы знаете, когда я познакомилась с продукцией Лоноса Перрифлейн, то есть я действительно более 12 лет работаю с добавками, вот этот поиск системы сохранения, восстановления здоровья, привел меня в программу «Здоровье питание здоровья нации», и сейчас я сотрудничаю, я счастливо сотрудничаю с Украинским институтом питания в этом направлении, в направлении просвещения населения, да, и в том числе даже наших коллег-докторов, потому что, к сожалению, в медицинских вузах внутрициологию у нас до сих пор не преподают. То есть это та наука, которая как бы доступна не всем докторам, у нас только постдипломное образование. И вот на вопрос «за» или «против», я думаю, вы все согласитесь, что в нашем мире современном нужно доверять мнению профессионалов. И когда у нас ломаются часы, мы обращаемся к часы щеку, да, особенно раньше, когда механические были. Когда такая-то техника, соответственно, с автомобилем мы тоже обращаемся к профессионалам. Так вот, мнению профессионалов нужно доверять. И если профессионалы всего мира в одну душу сегодня говорят, что полноценное питание современного человека – это натуральные продукты питания плюс диетические добавки для икоррекции или БАДы, то, наверное, оно так и есть. И нам нужно искать аргументы, почему это нужно. Но вот самое простое – это то, что нужно действительно нашим клиентам. Потому что вот даже не будучи медиками, аудитория, кто присутствует сегодня, не будучи медиками, вы прекрасно знаете, что, например, для щитовидной железы нам больше нужен такой элемент таблицы Меделеева, как йод. Для наших красно-кровяных телец – железо и так далее. И всего нам нужно около 600 компонентов. Именно вот для того, чтобы наши клетки и наши органы и системы нормально работали. Но, если честно говоря, то этого тоже мало для здоровья. Мне очень нравится, как говорят у нас в Украинском институте питания. Говорят, что компания «Рифлейм» предлагает своим потребителям не просто суперпродукты, а стиль жизни. То есть жизнь, наполненная позитивным мышлением, двигательной активностью, творчеством, любовью и так далее. Для всего этого нужна энергия. Вы знаете, вот как бы я ни хотела сейчас привести много аргументов, у меня это не получится даже по времени. Потому что вот с того момента, как я познакомилась с продукцией «Рифлейм», это было более двух лет назад в городе Харькове, меня попросили сделать лекцию. Прослушал мою лекцию БАДМЛМ. И вот эту лекцию читаю более двух лет. Сначала это был двухчасовый режим, потом трехчасовый. Сейчас это уже четырехчасовый семинар. И поверьте, мне есть что сказать, и в общем-то ни разу я не слышала, что вы мне сказали, вы знаете, нам это все знакомо. И почему? То есть частично до какой-то информации доходила я сама, перечитав, перевернув гору книги и литературы. Частично это информация из программы «Здоровое питание, здоровье нации». И излагать это доступным языком и понятным, даже не медикам, не удается благодаря работе в центре Валентина Ковалева. То есть по системе центра. Как это донести, чтобы это было понятно и нужно. Если говорить о преимуществах, вот почему мне нравится именно «Волнас» и «Рифлейм». Вы знаете, вот очень многие компании и очень многие консультанты этих компаний, они по инерции продолжают лечить для добавками болезни. А это категорически нельзя делать, это просто не получится. Дело в том, что лекарства у нас убирают симптомы заболевания. Мы стремимся быстро и хорошо лечиться, значит быстро и легко убрать симптомы заболевания. А добавки, они работают по-другому. Они являются сырьем для построения новых клеток. Вот так, чтобы клетка была точь-в-точь похожа на материнскую. И работала точно так же, как материнская клетка. А кроме этого, как вы знаете, у нас в организме урабатывается огромное количество веществ. И ферменты, и гормоны, и лечебные вещества, такие как инфорферон, такие как лизоцин и так далее. Вот для всего этого нужно полноценное сырье, и достаточно много. Только тогда клетки смогут нормально работать. Если это сырье не поступает с пищей, то, соответственно, нарушается как формирование новых клеток, так и их работа со всеми вытекающими отсюда последствиями. А когда мы разбираем на семинаре, что входит в состав коктейля, что входит в состав волноспека, то мы приходим к грустным выводам, что оказывается даже яблоки каждый день сегодня человек не ест. И свеклу он не ест каждый день. Не говоря уже о зеленом горошке. Не говоря о комплексе Омега, который отвечает и за ум, и за память, и за талант наших детей, и нас с вами. И за нормальную работу сердца и сосудов. Это тоже вот я объясняю на лекции, как это получается, почему те или иные компоненты влияют на наше здоровье, чтобы мы получаем те или иные результаты. То есть вот ученым из Швеции удалось собрать, опробировать, клинически исследовать, причем в серьезных лабораториях клинических, именно в Швеции, даже не у нас, именно то собрать, чего больше всего не хватает современному человеку, чего он не получает в питании. Ну вот потому что, опять-таки, мы не едим ни капусту браколика, ни шпинар, ни даже яблоки, ни даже свеклу. И еще много чего мы с вами не едим. У нас изменилось питание кардинальным образом. Но если не восполнить вот то, что недостает, клетки не могут нормально работать. И все начинает давать сбор. Как только мы восполняем недостающие, хотя бы самое основное, начинает восстанавливаться работа органов и системы. И результаты, которые я слышу на каждой лекции, они, конечно, великолепны. Они затрагивают практически восстановление всех органов и систем. Но процесс это не быстрый. Нам хочется быстрых результатов. Быстро нужно убрать симптомы. Это делают лекарства. И очень часто без лекарств не обойтись. Не только грамотный доктор может вам грамотно подобрать лечение, потому что сейчас у человека нет одного диагноза. Сейчас в среднем у 40-летнего человека 6 диагнозов. И если он ничего не делает для того, чтобы восстановить здоровье, а только лечится, то от одного из этих диагнозов в течение последующих 10 лет он умирает. Если он начинает восстанавливать здоровье, тогда все начинает у нас восстанавливаться тоже. И вот почему это работает, я тоже достаточно подробно объясняю на лекции. Особенно почему восстанавливается иммунная система. Почему у нас нормализуется артериальное давление. То есть те результаты, которые я слышу, они мне очень радуют как доктора, как человека, как женщину. Потому что действительно надежда – это реально сражать здоровых детей. Еще мне нравится универсальность, то, что наши организмы человеческие тоже универсальны. И вот это та продукция, которая действует благотворно именно на весь организм, именно на все его клеточки. Но почему не быстро? Ну вы знаете, вот каждая женщина, каждая семья хочет родить ребенка. И вот когда женщина забеременела, как скоро она может родить ребенок? Вот если и захочется, чтобы он родился месяца через три, он сможет родиться через три месяца, тем более полноценно? Нет, конечно. Вот так и наши клетки. Они восстанавливаются медленно и постепенно. Но на 98% наше тело обновляется в течение года. И вот если новые клеточки выстраиваются из полноценного сырья, они начинают нормально работать. И второй момент. Наш организм так устроен, что если поступает какое-то сырье, но недостаточно, допустим, не хватает белка, или не хватает омеги, полиненасыщенных жирных кислот, то в первую очередь наше тело снабжает жизненно важные органы. Это головной мозг, сердце, печень, почки. А вот на кожу практически ничего не остается. Но стареет кожа, стареет внешний вид человека. То есть вот и количество подсчитано, подобрано, сколько нам нужно. Сколько нужно каких-то минералов, сколько нужно витаминов. Вот там, где вы видите 100% потребность, да, это означает как раз о том, что практически те растения, из которых это выделено, в нашем рационе питания отсутствуют. Так что с одной стороны все просто. Просто объяснить, не очень просто, конечно. Я достаточно долго искала разные вот варианты, разные примеры, чтобы было понятно обычному человеку. Но самое главное, почему просто здесь нет никаких чудес, здесь нет ничего придуманного. Эта продукция действительно работает. Она великолепна, она универсальна. Она дает отличные результаты. Я еще раз говорю, что вот как бы за 20 минут я не смогу предложить вам все аргументы и тот обширный материал, который у меня уже есть. Еще и потому, что действительно, вот я выступаю в разных городах, люди делятся своими результатами, делятся повторно. И если суммировать все эти результаты, то получается здоровый человек. То есть у кого-то восстанавливается давление, у кого-то нормализуется зрение, показатели крови, кожные покровы становятся лучше, память, внимание восстанавливается даже в пожилом возрасте. Дети лучше учатся, дети легче запоминают слова, стихи и так далее. И вот из всего этого складывается полноценно здоровый человек. Просто у нас слабые места тоже у всех есть. И вот организм, в первую очередь, работает именно с теми слабыми местами, которые он считает нужным восстановить. Ну а потом уже все остальное. Можно задать? Спрашивайте. Я надеюсь, что мы с вами как-нибудь встретимся. И тогда уже я смогу полностью ответить. Собственно, книги были написаны по просьбе консультантов Reflame в Киеве. Попросил Александр Шумейко, первый. Я могу видать текст. Астаксантин. Астаксантин обладает свойством не защищать клетки. Вот вы знаете, я очень долго искала в литературе, есть ли какой-нибудь еще антиоксидант, который работал бы так, как астаксантин. Есть, оказывается. Это мелатонин, который вырабатывается у нас во время сна. Но вырабатывается он с 10 вечера до 2 ночи в полной темноте. А если горит даже ночник, то его выработка уменьшается. Поэтому, в принципе, астаксантин защищает мембрану всех клеток. В том числе он способен проходить через лиматонциталический барьер. Он защищает мембрану головного мозга. И клеток головного мозга, и работают сетчатки глаза. Там, куда попадают не все. То есть ни витамин С, ни витамин Е туда попасть не могут. Ну и что говорить насчет беременности. Вы знаете, у меня было несколько случаев трагических, клинических, когда в организме женщины не хватало какого-то минерала. И она рождала ребенка с рожденными уродствами. Поэтому именно для беременных женщин важно еще желательно до беременности, чтобы и папа, и мама пропили. Но здесь очень важно, чтобы ребенок сформировался полноценно. И в период кормления. Почему так написано на баночках? Ну, потому что, вы знаете, не все компании такие добросовестные, как Арифлейн. И продукция далеко не всех компаний действительно заслуживает положительных отзывов. Поэтому наша вот, как бы, лучше заповедь врача не навреди. Но у нас вот на шоколадном коктейле уже такого не написано. Просто написано предостережение. Поэтому беременным она наоборот нужна и показана. Но бывают разные случаи. Поэтому я всегда рекомендую советоваться с акушерами и гинекологами. Когда они видят гемоглобин 140 у беременной женщины, они понимают, что это пить можно. Так что это вызывает не коктейль Арифлейн, а проблемы с печенью у клиента. Потому что печень у нас испытывает основную нагрузку. Нет, ну бывает индивидуальная непереносимость. Но это крайне редко. Чтобы действительно человек не принимал. И, пожалуй, это единственное, стопроцентное противопоказание. Ну вот убедить сестру сложно. Вы знаете, либо видео посмотреть, либо дать ей возможность побеседовать с той женщиной, которая родила абсолютно здорового ребенка, потому что принимала wellness. Это иногда бывает более убедительно. Что лучше купить, смотря какая ситуация у человека? Вообще-то нужно и то, и то. Оно не заменяет одно другое. Но если у человека больше проблемы с весом, то тогда, наверное, коктейль. Если больше нужен белок, то тогда коктейль. А если проблемы ставить ее вниманием, допустим, это студенты, которым нужно запоминать огромный объем информации, либо сердечно-сосудистой системой, тогда был мспк. Ну, аллергия на клубнику. То есть, тем, что у нас действительно организм загрязнен очень у многих людей. То есть, как на клубнику очень у многих аллергия, так и на коктейль. Да, вот Ирина пишет, я пила коктейль все три месяца, я пью сейчас, и очень замечательно. Ну, если хронические заболевания, там, скорее, может быть, с лоноспеком будет проблема, потому что для его усвоения нужны золчатые кислоты. То есть, коктейль подумайте, может быть, какой-то другой, может быть, не с водичкой, а с чем-то еще, с кисломолочным очень хорошо. Так, сейчас я просто, чтобы не пропустить. Ну, деткам витамины вот с того момента, как они могут жевать. Я уже как-то говорила на лекции, вы знаете, нужно всем дружно попросить чведов, чтобы они делали витамины для беременных конкретно, да, чтобы у нас вот не возникали эти вопросы. Я думаю, что это не составит там большого труда, потому что все для этого готово. И вот для деток витамины в капельках, либо в чем-то еще. Здесь вот связано с тем, что детки до трех лет, они, как бы, конфеты не жуют и так далее. Но детям вы можете давать коктейли, а не... Детям коктейль, как только мама заканчивает кормить, то вот можно давать коктейль. Нет, ваши витамины максимально натуральные. Там синтезировано, как Бурчак Кольмар говорила, только что-то вот, ну, что иным способом не удается пока достать из растений. Они максимально натуральные. Это видно по таблетке, таблетка неоднородна. То есть там каждый витаминчик, каждый минеральчик, мало того, что натуральный, он еще заключен в свою капсулу, и он усваивается в нашем организме именно в том участке тонкого кишечника, где нужно. Вот. Еще какие-то вопросы? Ну, лучше, если именно аллергия, вы точно уверены, что на этот коктейль, то тогда отменить. Ну, вы знаете, у нас только вот бытовой химии вокруг, что мы можем... Надо быть точно уверенным, что аллергия на коктейли, а не на что-то другое. Да, не на моющие для посуды, не там еще на что-то. Лучше отменить, но вот надо посмотреть. То есть если четко вы выпиваете коктейль, и после этого что-то начинается, высыпание или насморк, обычно так это происходит. Причем не один раз, а вот несколько. То да. Ну, а то, что люди говорят, это вопрос. Я иногда делюсь, я как-то поехала к родственникам в село, и вздумала постирать стиральным порошком, не одеть перчатки, и, естественно, не в машине, а вот так, потому что в селе. Ну, и на следующий день меня обсыпал. Коктейли я при этом тоже пина. Так, а чего это? Порошка и ряд коктейлей. Поэтому тут надо точно убедиться. И потом масса случаев, когда аллергия проходит. Ну, вот если сказать об аллергии, вы знаете, вот тоже я делюсь этими результатами, выступают женщины, 17 лет аллергия, 20 лет, 22, и вот где-то через полтора года она уходит. Но люди страдали очень много лет. То есть полтора года вроде бы срок большой, да, но 17 или 20 лет это больше. Ну, вот насчет тиреотоксикоза, по-моему, не противопоказано, но лучше обращаться в таких случаях к эндокринологу, чтобы он конкретно видел. Результаты при тиреотоксикозе тоже есть. Несколько женщин, у которых все, все приходило в норму. Но зуб тоже, он не после витаминов. Вот кожное раздражение, высыпание, это все проявление аллергии. Это мало человек воды пьет, скорее всего, и проблемы с печенью. Расстройство желудка, если мы будем пить омегу натощак, либо вне приема в пищу. Для ее усвоения нужны золочные кислоты. Может синтетически, да, синтетически, вот там можно передозировать и все, что угодно. В принципе, можно пить 4 омеги в день. Дозировка идет у 2 грамм. Ну, тоже, смотрите, если у вас есть особые, как бы, показания к этому. Особые показания, это либо серьезные проблемы с сердцем, либо вот центральная нервная система. Потому что, в принципе, они просчитали дозу, и увеличивать не надо. Здесь гораздо важнее систематичность приема. Вот как очень хорошо написано на сайте, да, как дома можно принимать эту продукцию всю жизнь. Ну, может, мы когда-то дождемся, что у нас будет нормальное органическое земледелие, полноценные продукты питания и так далее. Но пока ни нам, ни нашим деткам это не светит. Поэтому не стоит. Да, помогает при псориазе. Вообще весь комплекс нужен. Ведь кожа – это не только полиненасыщенные бедные кислоты. Это и белок, и все остальное. И потом псориаз – это еще психологические причины точно есть. Нет, запор – это, скорее всего, тоже, как и расстройство запора – это мало воды человек пьет. Зверский аппетит связан с тем, что у нас очень долго скрытый голод. Что на первых парах приема коктейля просыпается зверский аппетит. Скрытый голод. Вот на лекции мы убердаемся, насколько у нас серьезен дефицит полезных питательных веществ. Поэтому это объяснимо. То есть какое-то время можно выпить больше коктейля, в первую очередь. То есть волнасты увеличивать не стоит, а у коктейля можно больше. Но потом это проходит. И немножко иначе. Она не то, что не агротрила, просто расщепляет холестериновые бляшки. Просто новые клеточки начинают устраиваться в соответствии, как я говорю, с замыслом природы. Правильными. Да, так они строились без анеги, непонятно из каких дырок. И качество мембраны передок было совершенно другим. А когда потихонечку идет обновление, вот в течение года оно точно происходит, новые, как бы, становятся новые сосуды. Ну вот как рождение ребенка – это процесс очень медленный. И у нас очень много километров сосудов. Так что она не расщепляет, как бы, бляшки. Там по-другому механизм. Он не до конца понятен, но объяснить им не менее можно. То есть новые клетки выстраиваются так, как надо. Они же заменяются потихонечку. А может при любом связи, ну, как я говорила, психологические причины заболевания, их никто не убирал. То есть почему так эффективен wellness сегодня? Потому что у нас на 80% современные валюты связаны именно с дефицитом питания. Но кроме этого есть еще психологические причины. Поэтому все упорные случаи, надо работать так. Ну сколько пил тоже. Вот здесь после еды нужно пить имел. Здесь конкретный случай, понимаете, вот в общем не скажешь, что еще ел ребенок, как он вообще себя чувствует. Были ли у него до этого какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом? Это вот как и стекстен говорит. Участковый доктор. То есть надо смотреть, да, почему и как и что. Ну вот, вы же не прочтете рекомендации, как пить эту продукцию при том или ином заболевании. Она пьется универсально. И влияет она универсально на весь организм. То есть идет восстановление. Ну просто мы иногда считаем, что у нас какая-то причина на первый план выходит, зрение напротив. А организм считает чуть-чуть иначе. И направляет эту продукцию немножечко в другое место. То есть тут нужно, диабетикам однозначно нужно нормализоваться. Ну вы знаете, идет настолько нам нужен, что вот наши, как, даже умственные способности зависят от этого. Нормальной работы щитовидки. А у нас, ну по Украине считается на 70% дефицит леда у населения. Я не знаю, как у вас. И потом идет в чем там. То есть вот мне непонятно, почему он отказался и чем он. Потому что даже восстановление щитовидной железы тоже идет. Внутрикомплекс беременным нежелательно. А так можно соединять вместе с Лоностеком. Можно узнать. Ну вот я как раз сегодня перебирала вновь здоровье ребенка. Я нашла сведения, что по сомнению с 60-ми годами у нас от 50 до 70% уменьшилось содержание витаминов и минералов в наших продуктах. То есть в яблоках, в овощах и так далее. Там при теретовсикозе небольшое количество йода в организме. Там иная ситуация. Там просто щитовидка вырабатывает очень много. Поэтому здесь вот если он хочет быть точно уверенным, нужно все равно идти к доктору и показывать ему все. Только доктору показывать и те материалы, и обращать внимание на авторитеты. Стикостена, обуви, гарен и так далее. То есть тут опять-таки это индивидуальные случаи. То есть надо смотреть как. Потому что здесь вот получается, волос он приводит в норму. Он ничего не увеличивает и не уменьшает. Он приводит в норму ситуацию в нашем организме. Если щитовидка почему-то работает с ускоренным темпом, опять-таки посмотрите психологические причины заболеваний. У нас вот есть в центре, есть сайт wellnesslife.org. Можно на сайте Валентина Ковалева найти. Или просто здоровое питание.org. Ссылочки найти. Либо вообще посмотрите. Как по Луизе Хэй, но я там сделала подборку по разным авторам психологические причины заболеваний. Потому что все очень серьезные случаи, они все-таки все равно связаны с психологией. Здесь недостаточно только питания. Лечащему доктору вопрос. Я не знаю, что еще у вас. Вот при тромбофлебите. А кроме тромбофлебита, что у человека? Поэтому в среднем отталкиваемся. Один пакетик в день. Да, это связано с нормализацией давления и с тем, что сосуды в головном мозге стали нормальными. Если вот часто болела голова, а потом проснул. Да? Да, вот это тоже счастье, когда все это проходит, восстанавливается. Ну, я обычно спрашиваю, как вы считаете? Вот многие клиенты пьют пейки только весной и осенью. Никак не хотят пить постоянно. У нас, вот мы как живем каждый день, или сегодня живем, завтра не живем. То есть, что такое жизнь? Это деление и работа наших клеток. Для того, чтобы они нормально работали, им полностью все ее нужно. Или сегодня можно дать, завтра не дать. То есть, если вы можете восполнить вот пейки, то есть, есть каждый день там порцию красной рыбы, вот эту водоросль, из которой готовится астаксантин, и все остальное, что входит в состав лоноспайка, то есть, витамина минерального комплекса, пожалуйста, но я так думаю, что никто не в состоянии съесть это все, ежедневно. Поэтому вот у нас и выбора другого нет. Еще раз, мнение профессионалов. Натуральное питание плюс добавки ежедневно. Возраст год и три месяца, или один и три месяца. Деткам, давайте, как вы даете молочко, как вы даете, я знаю, кисломолочное, сколько будет есть, не будешь выдавать большую порцию, правильно, год и три месяца. У меня ребенок вот в год и три месяца борщил, три раза в день не надо. Так ему нравилось. Вот, если чисто такой, врачной. При язе 12-перстной тоже идет восстановление. Там придет восстановление петлилия слизистой. Но если это период обострения, то все равно к доктору. Ну, знаете, если вот стик-стен своим пациентам давал, то он как бы... Я думаю, у всех остальных ситуация чуть-чуть лучше в состоянии здоровья, чем у пациентов стика-стена. Если вы вот смотрели фильм «Беликолепный», «Лист ожидания» называется, там показывали больную, которая отдала 11 месяцев пересадки легких. То есть человек едет в кровати с кислородным маслом, постоянно. Вот, да, детки они, они его очень любят, и они понимают, что это... Они интуитивно чувствуют, что это нужно. Вот вы знаете, что я могу вам сказать. Есть люди, которые без пор думают, что поели летом овощей, на год запаслись. Так им понятно объяснить, что не запаслось на всю жизнь. Ну вот, мне как-то тоже говорят, вот, обратились и попросили, чтобы за 5 минут мы их убедили, и нашли такие аргументы, чтобы люди поняли, что да, вот, это пить нужно. Я ответила, вы знаете, мне нужно минимум полтора часа, лучше два с половиной, чтобы я могла убедить большинство присутствующих в зале. Но не все. И вот за меньший период времени у меня не получится, потому что здесь нужно привести ряд аргументов последовательно, чтобы вот все это стало понятно. И фильм можно дать посмотреть, и так далее. То есть фильм действительно великолепный, потому что он заставляет задуматься на тем, кто мы и от чего зависит наше здоровье. Поэтому да, вот, любой мотив, фильм посмотреть, перевести к вам на мероприятие, ну и так далее. И надо действовать в моей книжке, не всегда тоже. Понимаете, вот здесь очень сложно, когда у человека что-то включается. Спасибо, я рада, что все получилось. Что у меня никак не включался микрофон. Спасибо. Можно отключаться? Давай сейчас я подключу. Продолжение следует... Спасибо.